Ну что, здравствуйте! У нас в выпуске деревенский влог. Ловлю ваши заказики, сообщения, пожелания об отличном отпуске, суши и пение птиц. Три метра над уровнем неба, над землёй. Деревенский влог. Я не ищу лёгких путей. Вот там, детки. Мои братья и мой. А я сижу, видите, где? На луче. Бог знает, где над землёй. Как вы думаете, что я это сделаю? Ловлю интернет. Потому что всё равно мне приходят ваши заказы и объявления о том, что я в отпуске, никого не смущает. А когда я вижу, что мне писали, мне приходит оповещение. Сердце кровью обливается. И я скачу тут, как сайгак, со своим позажителем, чтобы ответить вам. Оно везде. Что? Оно везде. Отойди оттуда, ты на солнце мне падает тень. Вот, я начала лепить, перемешивать. Видишь? Ну вот, где? Я тоже хочу лепить. Давай фигурку, которую ты держишь мне. А можно теперь я буду лепить? Подожди, давай вот эту сделаем. Посмотрим, как у нас это всё завтра из силиконовой фигурки. После просушки мы сможем её достать. Фигурку я приобрела специальную, силиконовую, чтобы без проблем извлечь в дальнейшем эту форму. Что теперь? Что теперь? Набираем водички? Нет. Давай следующую форму. Есть у нас ещё форму с тобой? Есть, да? Сейчас я её оп, поровняю. Так. Да, наливай мне чуть-чуть сюда водички. С той стороны отойди, чтобы мне было удобно. Предварительно я просеяла крошку кристалл. Вся она гранулированная. Наливай мне сюда водички чуть-чуть. Из кружечки, а не этой штучкой. Ну? Я сказала из кружечки, не слышишь меня? А куда вы лезь? Из кружечки чуть-чуть лезь сюда. Так, давай я сама. Всё, убери кружечку. Давай следующую фигурку эту же. Мамочка, я теперь буду лепить, хорошо. Давай я тебя подготовила массу. Всё, складывай всю эту массу в эту фигурку. Засовывай её. Какую массу? Вот какую. Вот фигурку ставь сюда, складывай. Распределяй руками. Равняй. Ну вот здесь, вот так поставь. На столе, на столе это делают, не на весу. Не поравнял? Нет, не поравнял. Давай водички добавим чуть-чуть, чтобы к рукам не липло. Всё, разравнивай. Давай, мама, сейчас проверь. Давай вот так её немножко. Утрамбуем твою фигурку. Что у нас должно завтра получиться? Сердечко. Сердечко. А есть ещё такие формочки? Тебе три привезла с собой? Я заказала новых, других форм. Так. А завтра ещё закажи с самолётиком и грузовиком из тракта. Сынок, боюсь таких формочек мы не найдём. Найдём. Так, которые расстаются после непосредственной чистки. Сейчас хочу вам немножко кусочков показать, которые попадаются в крошки. Они сейчас очень просохли на солнышке. Тут они лежат у нас уже, наверное, неделю. Точнее, даже сказать, ровно неделю они находятся. И здесь у нас будет импровизированная мелочница, не песочница для детей, а именно из мела. Потому что дети любят очень тут ковыряться. Мои братья, мой сын. Так что на даче у нас будет такой уголок. Сух, сухенькая прям. У нас так рука туда и тянется. Значит, сделали мы ещё на колоске вот такие глиняные шарики. По примеру, когда поездится, кто такое делал, ягодки нанизывала на палочку. Вот, ну я решила довести до более-менее совершенства. Потом красить их и скушать уже более... Девочки, из-за того, что Милан не смог его утрамбовать. Тут такие пористые получились вкрапления. Кусочек вывалился. Ну, как бы это мы доведём в следующий раз до совершенства. Хотела показать я вам живот, что как переливается это сердечко даже из крошки на солнышке. Надеюсь, поймаю сейчас блики. В общем, оно, несмотря даже с то, что сделано из крошки, блестит, прям всё так поблескивает. Вот, видите, мерцание поймала. Я туда вставляла в сырую глину травинки такие красивые, ромашку. Какой отиск получился. И я хочу его, конечно, раскрасить. Какой-то более приемлемый, может быть, белый цвет. Но это по приезду, опять-таки, в Курск. Я уже съем либо в новом влоге его, либо просто на ютубе, ой, на тиктоке похрустим. Ну, рыбка такая примитивная, естественно. Можно её также будет в Курске уже раскрасить по приезду домой. Умочка, когда мы приедем, расскажем рыбку. Хорошо. И тоже я её успешненько слопаю. Аккомпанирование птиц, стрекоз, мух, кого тут ещё. Пожалуй, начнём. Я вам перед этим показала, что у меня был помощник в создании печенёх глиняных. С формочками силиконовыми. Ну, как бы здесь рука мастера, поэтому не видна. Милана, да? Ну, надеюсь, как-нибудь в следующий раз мы сделаем их более совершенными. Но, тем не менее. Вот, что буду я сейчас поглощать. И вот такой красивый кусок у меня безымянчика. Начнём. Начну с безымянного. Все глян, и друзья. Глава. Давай в минус нах trait. Немного. П extensiveisse. Нах. Немного. милок очень пыльный прям насыщенный миловой сытный наверное даже более правильно сказать милая милая так дальше у нас пойдет ход сердца не знаю как вам показать поймать луч солнца даже крошка использована в литке блестит словно и сильно что-то драгоценное ничего себе как высохли и сам вот во в пов вот он он вот вот так и что-то еще в этом выпуске после до не знаю по очередности дублей кадров и последовательности я показывал вам в руку кучу нашу на дача зачистков и там нашла вот такой прекрасный большой кусок эллинского подозреваем он оказался там потому что горчил но для влога в мокром замоченном виде мы его сейчас прекрасненько используем как мы с ней тут не молода открываются мамины дубли и сюда моя плаксу не проснулся после дневного сна и сорвал мне весь выпуск иди ко мне ну кто идет ко мне кто идет кто проснулся ты нашел мамочку давай плакать кто проснулся кто пришел ко мне продолжение следует с мокрым мелом можно мне продолжить снимать нет когда может как можно мы продолжим эллинская вымоченный плотно вымоченной воде безымянный он расхиселивается за это время эллинская он остается вот таким монолитным кусочком и крупинки хорошенько чувствуются даже вот в этом влажном виде вкус мокрого бетона даже в этом состоянии можно поранить на банке пинки острые мокрого бетона 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 Субтитры сделал DimaTorzok